План экономических идей Я, как министр спорта, я считаю, что, знаете, настолько увязаны две темы, я считаю, без здорового образа жизни не может быть экономики, как в свою очередь без экономики, не может быть того же спорта уже и здорового образа жизни. И в этом плане я хотел бы остановиться на той программе, программа физической культуры и спорта на 1913, извините, 2017 года, которая была принята буквально вот 10 дней назад. Она была принята на заседании Кабинета министров. Мы в течение длительного времени работали над этой программой. Ну, в самом названии говорится о том, из чего она состоит. Физическая культура и спорт. Она, я сказал уже, что была принята на заседании Кабинета министров. И теперь следующим этапом, что и отличает эту программу от тех, которые принимались и выполнялись ранее, будет ее принятие в Верховной Раде, то есть она станет законом. Почему вообще и зачем нужна эта общая государственная программа развития физической культуры и спорта? Ну, начну, наверное, с физической культуры в первую очередь. Для того, чтобы понимать, нужно остановиться на тех цифрах, которые вообще характеризуют состояние здоровья населения. В этом плане я не могу не сказать о том, что население нашей страны за последние 17 лет снизилось практически уже на 8 миллионов. То есть в среднем, я когда-то так высчитывал и говорил, что в среднем наша страна теряет ежегодно порядка 400-450 тысяч. Это, знаете, такой город с такой численностью мы каждый год теряем с картой Украины. Почему теряем? Ну, первое, о чем так следует говорить. Рождаемость в сравнении со смертностью значительно ниже. Раз. Заболеваемость. Да, безусловно, есть процесс эмиграции и так далее. Но, на первом плане, именно показатели здоровья. Продолжительная жизнь в нашей стране. Не так давно, вот примерно неделю назад, с 30 классовой информации появилась такая информация, что у мужчин, мол, 64 года. Я всегда называл цифру 62. Это такая у нас, у мужчин. У женщин примерно на 11 лет больше. Это по нашей стране. То есть, 73. Ну, с учетом вот этих новых данных, пусть 74. Как у мужчин, так и у женщин эти цифры отличаются от стран, допустим, Европы. Примерно на 10, тебе 12 лет. Как у мужчин, так и у женщин. Если сравнивать с Японией, то на 20. Можете себе представить. Сравните это с нашим пенсионным возрастом. Мало того, показатели такие, как табакокурение, одни из первых в Европе. Алкоголь, одни из первых в Европе. Не думаю, что какая-то страна может иметь такой показатель, как у нас, который характеризуется тем, что только 6% заканчивающих в школу можно отнести к разряду относительно здоровых. Вот у нас такой показатель. 6%. Число занимающихся физической культурой у нас в районе 11%. Страны Скандинавии 86%. Вот отсюда, вы знаете, много и не нужно говорить. Вот вполне этим объясняется такая низкая продолжительность жизни в сравнении с кем-то. Но, опять же, вы знаете, можно по-разному эти годы прожить. Но если у нас избыточный вес, львиная доля, можно сказать, населения, избыточный вес, гиподинамия, то же самое. Все это накладывается на... Да, я еще одну цифру приведу. 100 тысяч ежегодно мы теряем от курения и от болезней, которые связаны с этим. Сердечно-сосудистая заболеваемость тоже показатели высочайшие. Почему? Ну, во-первых, нужно говорить о том, что само население наше, вот это отношение населения к своему здоровью и вообще даже нашего общества, вообще к состоянию здоровья.